23 апреля, Айша, 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 наверное, извините, если не туда дворе не поставила, письмо называется, пожалуйста, ответьте на вопрос, хорошо, здравствуйте, Юлия, здравствуйте, Айша, меня зовут Айша, я мама двух деток, Осина 4 года и Камиль, год и 6, смотрю все ваши ролики, видно, что вы врач опытный, к сожалению, у меня с этим дефицит, разочарую вас, я не врач, у меня нет медицинского образования, у меня только педагогическое образование, я педагог-психолог, практически, точнее, психолог и воспитатель детского сада, скажем так, специалист по дошкольному образованию, вот, я не врач, опытный, к сожалению, у нас с этим дефицит, моя старшая дочка с рождения была супер капризным ребенком и спала плохо, и во время бодрствования я, конечно, проходила врачей-неврологов, но либо мне прописывали глицин, либо говорили, что колики у ребенка, одним словом, значения не придавал, врач, видимо, как всегда, сделали УЗИ головы, гипоксическое изменение головного мозга, киста сосудов сплетений слева, ну, вот, поэтому и беспокойная голова болит, врач сказала, что у многих новорожденных оно бывает, ну, бывает, но надо с этим разбираться, обязательно устранять это все, девочка росла капризная, ко мне привязанная, но развивалась хорошо в три года уже собирали мозаики, рисует, но очень плаксивая и эмоциональная чересчур, к обществу замкнутая, вот, на днях посетили одного врача в другом городе, только он меня напугал, что я не сделала ей лечение еще тогда, что не искала хорошего врача, да, но вот, когда вам поставили эту гипоксию, это гипоксическое изменение головного мозга, то есть, хроническая нехватка кислорода, да, кислородное голодание, и кисты, вы что-то с этим сделали, или так и оставили? И прописал пантагам, сказал пропить, и дальше курс назначит, и с младшим не все гладко, УЗИ в месяц показал вентриколомегалия боковых желудочек 5 мм, не знаю, что такое не слышала, На втором, в 6 месяцев, гидроцефалия внутренней формы, третий желудочек 9 мм, гидроцефалия, значит, повышенная вода, в общем, но голова у ребенка нормальной формы, и ребенок не такой капризный, полагаясь на это, подумав, что УЗИ ошиблась, я даже не посетила врача, но этот врач и насчет этого поругал, в кавычках, и поругал меня, сказал, что надо лечить, иначе будут проблемы, и прописал нам патакан, диакарп, и второе посещение на последующий курс. Так вот, что вы думаете по этому поводу? Я уже купила лекарство, думаю, начать с завтрашнего дня, чтобы вы еще посоветовали, и не упустила ли я момент. Вообще ничего посоветовать не могу, некоторые здесь диагнозы вообще первый раз слышу, потому что не врач, как мы выяснили сейчас только что, но как только в голове есть какие-то аномалии, их срочно нужно исправлять, и чем раньше это делать, тем лучше, потому что чем позже, это твоя скорость, тебе скажут, что неправильно едешь, и чем раньше, тем лучше, потому что чем раньше это еще мозг не окреп, скажем так, и не все встало на свои места, и можно еще что-то подвинуть, когда ребенок старше, уже ничего нельзя сделать, только поддерживать, скажем так. Может, поедим? Давай, как скажешь. Вот, поэтому срочно все, что сказал врач, если вы не доверяете этому врачу, и считаете, что что-то неправильно, значит, как я, например, делаю, я всегда, если что-то обнаруживается, и звон руковыходящий у детей, я всегда стараюсь заиметь мнение трех врачей. Да, я вижу, мнение трех врачей, и если это все более-менее хотя бы как-то сходится, начинаем принимать препараты обязательно. Если совсем кардинально расходится все это, то буду искать мнение четвертого врача, в общем, добиваться как-то, либо полагаться на внутреннюю интуицию. Вот этот врач говорит, ну, не знаю, там что-то делать, ну, попробуйте это. А другой сказал, так, ну-ка срочно, принимай это, 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 чтобы через две недели были, сдали еще такие анализы, и будем принимать вот это, вот это, вот это. Через месяц у меня будет на ногах стоять. Все. Если вот такой врач прям, и душа к нему лежит, я буду ему в рот смотреть и делать то, что он говорит. Обязательно работаем, обязательно. В голове у ребенка, кроме сосудов, нейронов, мозга никаких кист, никакой гидроцефалии, никаких аневризм, никаких там, ну, вообще ничего не должно быть. Все должно быть как часики, механизм, должен идеально работать. Обязательно три года, четыре года уже, полтора года срочно, срочно лечим, и чтобы мозг чистый был. Ну, как чистый, ну, понятно, да, чистый от аномалий каких-либо. Удачи вам и здоровья вам и вашим детям. 23 апреля, Айша.